Мы возвращаемся, но прежде чем подъехать близко, я беру, делаю следующее. Беру ниточку от начала шва с изнанки, вот она у меня, и начинаю ее тянуть. Вот видно, что у меня выскочили вот здесь две верхних нитки. Вот посмотрите, я сейчас одну нитку уже вытащила, сейчас начну тянуть вторую. Ваша задача, чтобы вот эти ниточки, которые находятся с лица, две оказались... Все на изнанке, вот они. Видите, с лица ничего нет. Теперь по-хорошему бы мне на изнанке их вот завязать в какой-то изящный узел и забыть про них. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы потом не распустилось у вас начало строчки. И я как бы их вот так положу вдоль этой строчки. Можно сейчас вдеть их в ниточку, в иголку и спрятать в припуск шва. Но вот честно говоря, работает и такой способ. Просто мы прижимаем к припуску и кладем. Теперь сточим дальше. Нам теперь важно попасть в те предыдущие строчки нашей вот этой следующей строчкой. Ну, легкая ювелирная работа. Вы аккуратно. Не нажимайте уже на педали, пользуйтесь колесом. Видите, ручная как бы прокрутка. Я вижу, что пару стежков я повторила. Видите? Повторила, как бы поверх проехала. Но поскольку я постаралась точно попасть, то этого незаметно. Видите, повторилось. Теперь я длинные ниточки отрезаю от иголки, от катушки. Вот они длиннющие. И все. Видите, почему я укладывала припуски предыдущих ниточек вдоль? Потому что я вот этим швом перекрыла как бы сверху этот припуск, хвостик. И я теперь просто его могу отрезать, потому что там завязан узелок, и еще сантиметра полтора как бы мы проехали. Ну, не полтора, а где-то сантиметра. Теперь вот этот хвостик, вот смотрите, сверху который был шовчик, вот ниточки у нас здесь, а вот наизнанке из челнока нитка. Я тяну опять за нитку с челнока. По сути повторяем те же действия. Вижу, вон там петельки появились у меня, и начинаю их подцеплять распарывателем. Вот одна петелька, вот вторая. Да, их надо заметить, эти петельки, ну куда же деваться, как бы понять, где они у нас. Вот они. Я их вытянула, посмотрите, у меня все три нитки теперь наизнанке, а с лица у меня безупречное соединение шва, стыковка. Вообще незаметно, да, где это все. Осталось только убрать наметку, завязать узелки и... Ну вот покажем сейчас еще, что все-таки опять здесь завязываем узелки, завязываем, и я бы воспользовалась опять вот этой нашей историей с крючком для поднятия петель. Просто... как это называется? Убираем. Убираем в припуске швов, да, сюда спрятали, вытащили. Спокойно сейчас обрезаем, здесь уже никаких узелков не завязываем, и все, у нас никаких хвостиков с вами не торчит.